Большие гонки Команд лучших спортсменов, политиков, звезд эстрады и телевидения. Их только две команды из десяти выходят в полуфинал. Самые смешные игры в истории развлечений достойно завершатся грандиозным финалом. И вы увидите, кто займет первое место в шоу «Большие гонки». В прошлой игре принимала участие команда «Светлые головы» во главе с одной из самых известных комических актрис Еленой Воробей. Сегодня на арену стадиона «Лиаль» выйдет команда «Полный вперед» и ее капитан популярный актер Андрей Федорцов. В этой игре известный певец будет заманивать в шатающуюся арку громадного быка. Популярный актер сыграет в футбол, а рекордсмен книги рекордов Гиннеса в костюме «Кенгуру» попробует установить еще один рекорд. Впереди азарт, волнение. Новые горизонты, дамы и господа. Впереди большие гонки. Дамы и господа, заключительный отборочный тур. Последняя игра перед полуфиналом. И первым на стадионе «Лиаль» появляется Дмитрий Нагиев. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите супер-хит сезона «Большие гонки» на Первом канале. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Бонжор, мадам, месье, ни хао, наши китайские друзья. Здоровенькие булы, дорогие украинские братцы. И Россия, победа будет за нами. На стадионе «Реаль» появляется известная на всю Францию телеведущая Натали Симон. Сей – команда из города Сан-Аман. Этот небольшой городок расположен у Средиземного моря и снабжает пол Европы превосходными медиями. Все жители этого городка так или иначе связаны с морем и долгими путешествиями. Приветствуем команду Сан-Аман. Следующими на арену выходят украинский шоумен Павел Костицын и команда «Спецнад». Капитан команды Виталий Козловский, заслуженный певец Украины и пятикратный лауреат украинской музыкальной премии «Золотая жар-птица». Остальные игроки – это артисты, танцоры и лицедеи. И, наконец, китайский телеведущий Жэн Чэнг и команда из города Далан. Этот город называют «Окном страны». Здесь проходит великий китайский канал. Также в Далане находится гордость всей Азии – превосходная национальная китайская опера. Посмотрим, насколько подготовлены жители города к большим гонкам. И, конечно, сейчас стадион взорвется, потому что сюда выходит команда из России. Полный вперед! Капитан команды Андрей Федорцов. Играют Игорь Петренко, Алексей Чадов, Ираклий, Владимир Турчинский, Антон Феоктистов, Дмитрий Жернов, Лена Лебеденко, Катя Климова, Лена Тягилева, Людмила Благодатская. Триллер команды Ольга Слуцкар. На ваших телевизионных приемниках состав самой стремительной команды России – полный вперед. Здесь только самые любимые актеры, певцы и спортсмены. К победе их поведет популярный актер Андрей Федорцов. Ох, дорогие друзья, как сложно французская сторона начинает сразу, сразу бросать нас, что называется, из огня до в поломя. Первый конкурс, на мой взгляд, сложнейший конкурс, называется «Пираты на абордаж». Участвуют два юноши и две девушки от каждой команды. Играют все четыре команды одновременно. Игроки пытаются пронести два ведра воды по мосту, расположенному над бассейном. Сбоку от мостика стоят игроки двух других команд, которые пытаются столкнуть участников воду большими боксерскими грушами. Пройдя по мостику, игрок должен спуститься по ступенькам и отдать ведра товарищу по команде, который выливает воду в специальный резервуар. Цель игры – принести как можно больше воды в резервуар своей команды. Тренер команды Ольга Слуцкар. Все ли игроки готовы к началу состязания? Конечно, абсолютно все. Они раньше лекарствовали. Как психологическая атмосфера в команде. Очень важно. Атмосфера в нашей делегации просто фантастическая. Я думаю, что именно атмосфера поможет нам победить. А я лишь уточню, что конкурс с лихим названием «Пираты на абордаж» проводится в два этапа. Сначала по мостику над бассейном побегут команды Китая и Франции. А соперники из России и Украины попытаются сбить их с мостика боксерскими грушами. От нашей команды будут участвовать знаменитый динамит Владимир Курчинский и очаровательная спортсменка Людмила Благодатская. Настрой у ребят, у всех игроков такой хороший. Настрой за Россию, за победу. Ну, надеюсь, будем достойными. Внимание, 3 в 1 на абордаж. А на абордаж. Французская спортсменка пытается двигаться, груши заряжены. Нет, 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 нет. И она в бассейне. И Таянка расчетливо, хладнокровно начинает двигаться, но не доходит даже до старта. Курчинский пока бездействует. Ему, конечно, скучно, потому что до него никто не доходит. Что, почему, почему Володя не попал во французского спортсмена грушей? Ничего, ничего, это были лишь пристрелочные броски. Китайский спортсмен красиво, расчетливо и спокойно достигает финиша и выливает воду в специальный стеклянный сосуд. Ничего, главное собраться, главное не терять присутствие духа. И опять, и опять французский спортсмен проходит дистанцию. Извините, я его сглазил. Китайцы, китайцы двигаются, двигаются и красиво. Ноутимусом падают прямо в бассейн. Французы хорошо двигаются, но не всегда им это удается. Удар Курчинского достигает цели. Опять китайский спортсмен, маленький, с семенящими ножками пробегает по бревну и несет, несет воду в сосуд. Хорошо, хорошо работают китайцы. Здесь нечего ни добавить, ни прибавить. И французы, и французы тоже навострились проходить дистанцию. Конечно, переживают наши. От того, как много воды выльют в сосуды французы и китайцы, зависит, насколько тяжело будет работать нашим. Молодец! Володя первый раз попал, наконец-то, по китайцам. Не удается китайской спортсменке вылить из ведер воду, а француз четко расчетливо двигается. Пытался схватиться за грушу, а тем не менее, финальные секунды и свисток. Конец первого старта. А сейчас старт второй. Теперь по мостику над бассейном побегут команды России и Украины. А соперники из Франции и Китая попытаются сбить их в воду боксерскими грушами. А от нашей команды с полными ведрами в руках по мостику побегут наши любимые актеры. Катя Климова, Игорь Петренко, Алексей Чадов и кандидат мастера спорта по пятиборью Лена Дягилева. Какие сложности могут ожидать наших игроков, помимо, конечно, тяжеленных груш? Естественно, очень скользкая дорожка. И главное, удержать равновесие. На старте команда Украины и России. Три, два, один, на абордаж. Итак, старт для наших гантов. Катя Климова, молодец, хорошо идет. И также хорошо, к сожалению, падает. Пошла украинская спортсменка. А счетливо, давай, девочка, быстрее, ведь песок на всех один. Блин, китаец хорошо бьет, но все мимо как-то, мимо. Ага, попал, попал. От нашей команды Игорь Петренко. Ну что ж ты, Игорь, ну зато, дорогие друзья, какое сальто. Мой лучший ученик. Эх, пойти бы мне. Не многие знают, что я член по прохождению по бревну среди катяющихся груш. А кто это от украинской сборной? А, это известный актер Владимир Горянский. И неплохо проходит. Хоть бы ты упал Владимир. Нет, донес. Донес немного воды, но донес в копилку украинской команды. Кто идет? Хороший актер Алексей Чадов. И проходит. Молодец, Леша. Ну что ж ты, ну надо быть аккуратней. Каждая капля воды может вывернуть команду к победе. Хорошо проходит Игорь Петренко. Нет, хорошо. Идти и потерять всю воду, это для нашей команды ничего не значит. Хотя бы каплю, но надо принести Лена Дягилева. Молодец. Держись, Леночка. Нет, нет, держись. Я сказал, как будто бы в пустоту. Но посмотрите, зато как весело и задорно проходят украинцы дистанцию. Такое впечатление, что ему абсолютно все равно, сколько воды будет у них в финале. А наша, наша Катя Климова просто противостоит каждой груши в отдельности и всему бассейну, так сказать, целиком. Конец конкурса. Андрей, что не получилось? У нас получилось играть по правилам. Правила были такие. Надо спокойно идти, не поворачиваться спиной, не поворачиваться боком. И поэтому наши проиграли. Все команды, они бежали, поворачивались спиной и из-за этого выигрывали. То есть мы действовали по правилу, но не выиграли. Вот они, герои. Что случилось? Ребята, почему так получилось, что у нас практически ни капли, Катя, а? Не знаю. Нет слов. Говорят, что, дескать, вы единственные, кто соблюдали правила. Мне кажется, это ерунда, а? Не, ну мы соблюдали реально правила, но как бы все равно, почему-то это нам не помогло. Игорек, почему ты такой большой человек и не мог противостоять несчастной 4-х килограммовой груши, а? Не знаю. Не знаю. Действительно так тяжело? Нет, это не тяжело. Это, ну, как-то вот, ну... Леша, те вялые три капли, которые ты принес в копилку нашей команды, но почему их только три? Как ты мог упасть на этом спуске? Ведь ты с полными ведрами дошел. Ну, конечно, но очень сложный спуск на самом деле такой. И на него, мало кто обращает внимание. И это очень опрометчиво. Потому что пронести одно, вот спуститься там действительно... Мне сначала показалось, что люди падают, как бы, как получается. На самом деле, действительно, там нужно уметь спускаться. Ну, спасибо, так или иначе, ты молодец. Ты единственный, кто в копилку нашей команды покупался, охладился, уже не так плохо. Итак, дорогие друзья, реактори из Швейцарии начинают подсчет баллов. По итогам конкурса Украина набрала 6 литров, Россия 3, Китай 40, Франция 36 литров. Да, да, да. Мы могли бы даже не смотреть на мониторы, друзья мои. Тем не менее, вы видите результаты. И мы все понимаем. Наша команда с самого начала занимает последнюю позицию. Но когда нас расстраивала последняя позиция в начале поединка? Да, никогда. Но, тем не менее, с прискорбием стоит заметить, что после первого конкурса, после первой игры, 6 баллов, 6 бонусов получает французская команда, 8 китайцы, 4 украинцы и всего лишь 2 на счету нашей команды. Итак, дорогие друзья, никакой пока печали нет. Хочу заметить, что это начало сегодняшней битвы. Начало положено, и теперь надо просто дерзать. Наши! 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 Но что я вижу? Следующий конкурс. Выстраивается следующий конкурс. Поскольку моя золотая рубка находится непосредственно около арены, я как никто вижу все ужасы и кровавые. Первого пролития, которое происходит здесь, как только на арену выходит бык. Дорогие друзья, следующий конкурс называется «Арки». Участвуют три игрока. Цель игры – выстроить арку из пяти предметов, заманить бычка и заставить его пройти через арку. Двое игроков делают арку, а третий старается заманить бычка. Команда, которая удалась заставить бычка пройти через полностью выстроенную арку наибольшее количество раз, получает 4 очка. Кто будет принимать участие от нашей команды в этом конкурсе? У нас участвуют два силовика – Турчинский и Жернов, и Юрки, и быстрый артист Иракли, который будет завлекать быка в арку. Ощущения еще до того, как бык вышел на арену? Мы предельно сконцентрированы. Хотелось бы все-таки победить в этом конкурсе, потому что в прошлом конкурсе мы выступили не очень хорошо. И, честно говоря, очень сложно сконцентрироваться, потому что все-таки выходит зверь. И приходится как-то собираться на морально-волевых, я бы сказал, с помощью системы Станиславского входить в роль Ториадона. Скажи, пожалуйста, какие у тебя есть ребята? Какие у вас секреты для заманивания быков в арку, а? Быстрое движение. Он реагирует только на движение. На месте не стоим, двигаемся. Володя? Мы просто немножко пытаемся разработать тактику. Мы обратили внимание, что бык сразу вылетает в район рамки. И для того, чтобы успеть ее построить, Ираклию необходимо будет прыгнуть просто на забор, отвлечь его за собой. Получится? Я думаю, что выиграем. Не получится? Погибнем. Итак, дорогие друзья. Вся команда уже знает, что заманивать быка будут Ираклием. Один Ираклий об этом не догадывался. Это репортаж с горячей точки. Большие гонки. Конкурс арки. На арене команды Китая и Россия. Выпускайте бычка. Выпускайте бычка. И бычок на арене. Теперь главная задача грамотно выстроить арку и не попасть под эти жернова огромных бычих. Какой удар в спину получил китайский спортсмен. Надо быть аккуратнее. Игра игрой. Но, что называется, здоровье и жизнь важнее. Давай, быстрее, стой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой удар получает Володя Турчинский. 130 килограммов веса. Чувствуется, что Володе больно. Потому что такие, такие удары бесследно не проходят. И это сейчас доказывает бык на китайском спортсмене. Есть, есть. Бык проходит через зеленую арку. Где? Почему наши бездействуют? Им не удается. Не удается поставить финальный, так сказать, завершающий. Элемент всей арки. Бык опять атакует китайцев. Иракли отвлекает быка на себя. И бык проходит под нашей аркой. Это хорошая заявка на победу. Китайская арка разрушена. Великая китайская арка разрушена. Счет 1-2 в пользу китайцев. Нашим надо поднапрячься. Им это удается. И опять, опять бык в нашей арке. Молодец, молодец, Володя. Какой удар. Да, да. Я напоминаю, дорогие друзья, что спортсмены находятся в шоке. Они как бы в таком азарте. И иногда просто не оценивают силу удара копыт или рогов. А ведь травму можно получить очень и очень серьезную. Это не шутки, дорогие друзья. Что называется, не Ваньку валять. Посмотрите, посмотрите на глаза болельщиков. Действительно, опасность в каждом движении этого разъяренного животного. Как красиво. Ираклий машет крыльями. Сать! Сать! Ираклий, давай! Ираклий, давай! Ираклий на заборе. А бык под Ираклием. Молодец, молодец, Володя Турчин. Заманивает быка, просто отвлекает его на себя. Красиво Ираклий принимает на себя удар. Посмотрите, что происходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, вы знаете, может быть травма. Дорогие друзья, вы не видите, но за ограждением арены французские врачи оказывают просто ираклию помощь. Видимо, серьезная травма. В меньшинстве работает наша команда. И, может быть, это меньшинство поможет нам выиграть. Ведь Быку все равно сколько спортсменов на площадке. Последняя секунда. Конец игры. Кошмар, а когда выпустили этого маленького бычка, ну уже. Маленького теленка, мы бы сказали. А там вышла корова. Бык отбеженный вот с такими рогами. На этом пенопаде такие следы оставили. Не смотри на себя в зеркало в ближайшие дни пять. Съемка начинается. Очень хорошо получится. Но ты все сделал так, как должен был, как ты считаешь. Я просто хотел проверить, выдержу ли я лобные кости, удар задних копыт быка. Выдержал. Мне только что сообщили в наушниках, что копыта у быка все-таки треснула. Но это следовало ожидать. Спасибо, спасибо. Ощущения, пожалуйста. Ощущения. Экстрим. Просто 200%. Тренинг лечит в кровь. За парней, конечно. Получилось все, что задумали или нет? В принципе, я думаю, что получилось. Сделали ребятам на все 200%. То, что задумали, так сделали. Молодцы. Спасибо большое. Смотреть было очень красиво, по крайней мере. Оля Слуцкер, на секундочку, пожалуйста. Ты довольна тренировочным процессом и тем, что ты увидела после него? Я довольна, конечно, но очень жестокая игра. Я просто действительно в шоке. Это естественно. Тренер нашей команды, очаровательная Ольга Слуцкер, не может сдержать слез. Только что в ужасном конкурсе арки наши бесстрашные ребята получили невероятно серьезные травмы. После очередной атаки громадного разъяренного булька популярный певец Ираклий едва не лишился зрения и сильно повредил ногу. По всей видимости, он больше, наверное, не сможет принимать участие в больших гонках. Врачи шокировали всех, без исключения участников шоу, сообщением о тяжелом ушибе сустава правой ноги у нашего игрока. Удивительно, как с такой травмой Ираклий вообще продержался до конца испытания. Но не менее героически держался и Владимир Турчинский. Получив страшный удар копытом по голове, он с честью закончил состязание и, возможно, еще соберется с силами и примет участие в следующих конкурсах. Ну а пока посмотрим, как с этим животным справятся команды Украины и Франции. На старте команды Украины и Франции. Выпускайте, бочка! И я хочу, чтобы вы посмотрели последние полторы минуты этого состязания, этой бойни. Надо заметить, что уже трижды украинским спортсменам удалось заманить быка внутрь арки. И пока на эту минуту времени украинцы лидируют. Давайте посмотрим. Бык разгоняется, бык атакует. И вновь. Какой удар, какой удар, удар получает украинский спортсмен. Тем не менее, украинцы смело двигаются вперед со счетом 4-0. Опять под ударом украинский спортсмен не складывается. Ну не складывается игра у французов. Есть. Хотя бы не в сутку французы проигрывают украинцам в этом поединке. Опять, опять удар. Надо быть аккуратнее. Надо быть аккуратнее. Могут быть ведь и дети. Опять разгоняется бык, но не хочет. Не идет с быку во французскую арку. Счет 5-2. 5-3, считаю я, как бы помогая Оливье Ганьяну. Нашли вроде бы свою игру французы. Строят арку украинцы. И отвлекает на себя украинский спортсмен быка. Тем самым, как мне кажется, помогая все-таки команде соперников. Немного так ленивый бык. Ленивый, но очень прицельные удары у него. И посмотрите, что происходит. На последних секундах французская команда вырывается вперед. Три секунды до финальной сирены. Да. Видно, в этом конкурсе бычок был явно не в духе. Он чуть не разнес пол-арены. Но давайте его простим. Так или иначе, он помог командам. Под арками Украины и России бычок пробежал по 6 раз. Под китайской аркой 5 раз. И под французской аркой 7 раз. По результатам конкурса, Украина и Россия получают по 3 балла. Китай 1. И Франция 4 балла. Очки распределяются следующим образом. 10 очков у французов. 9 очков неплохо у китайцев. 7 очков у Украины. И всего 5 очков у нашей команды. Мы отстаем. Но это абсолютно ничего не значит. Впереди еще есть время. Есть конкурсы. Капитан руководит. Тренер тренирует. Вам спасибо, что вы с нами. Не переключайтесь. И так, дорогие друзья, начинается следующий конкурс. Очень сложный конкурс. Новый конкурс. Он называется «Розетки». Четыре игрока. По одному от каждой команды одеваются в костюмы гигантских электрических вилок. Их цель – найти на площадке деревянную панель с четырьмя розетками и воткнуться головой в розетку своей команды. Проблема в том, что в костюмах игроки ничего не видят. На старте соперники раскручивают игроков вокруг своей оси. И участники идут к розеткам, слушая указания товарища по команде. Самый быстрый участник получает победную 4 очка. В роли большой электрической вилки от нашей команды выступает актер Игорь Петренко. А направлять его к цели будет инструктор по фитнесу Юлия Фокина. Внимание. Три, два, один. Поехали. Итак, поехали. Игроки соперников раскручивают гигантские вилки. И теперь главное – понять направление движения. Вилки замерли. Какое забавное блуждание. Хорошо, хорошо идет наш спортсмен. Хорошо двигается Игорь Петренко. Хорошо, но не туда. Юлия Фокина. Не хватает немножко голоска. У Юлии красивая фигура, но ведь голос ей никто не ставил, дорогие друзья. И тем не менее, нашей команде удается сблизиться. Осталось рогами попасть в специальные дырочки. Ну, давай, Игорь, ты можешь. Нет. Нет, опережают нас французы. Китайцы придерживают вилку руками. Что не знаю, возможно ли по правилам этого поединка. Сейчас должно случиться. Попадание должно быть. Нет, нет, только не это. Так, китайцы все-таки попадают, но главное быть не последним. Игорь прицеливается. Чуть-чуть не хватает ему. Чуть-чуть, это буквально каких-то 7 метров. Нет, не туда. Дорогие друзья, что называется науконок, без комментариев. Отойди, отойди, украинская вилка. Нам самим не хватает места. Это наши дырки, хочется крикнуть. Давай, вставляй. Игорь вставил, молодец. Игорь Петренко вставил розетку, третьим. Конкурс окончен. Вы видите за моей спиной, игроки возвращаются назад. Игорь Петренко занимает третье место. Игорь, Игорь, мы поздравляем тебя, что ты не последний, а тоже неплохо. Какие были сложности на пути? Я не слышал ничего вообще было. Я сначала остановился, думал, что остановили игру. Там кто-то крикнул, стоп. Я думал, ну сейчас, наверное, будет, ну какая-то произошла ошибка. Сейчас будет перестарт, скажем так. Оказывается, что-то кричат, кричат, но побежал. Я пару раз услышал, там стоп, я услышал, вроде бы похожий голос. Но рядом с нашей ведущей, которая меня направляла, была украинка. У нее такой звонкий голос, я только слышу. Рома, Рома, Рома. Я понимаю, что это не мне. Я ничего не слышу. Думаю, поэтому как бы комки звуков, криков и имен, как-то пытаться вырвать что-то свое, очень сложно. Конкурс был замечательный, очень веселый. Выступали замечательно. Здесь судить не стоит ни одну команду. То есть наша команда сделала все, что могла сделать на сегодняшний день. И как бы результатом довольны. Мы заработали все равно какие-то очки. То есть я думаю, что в дальнейшем наша команда может вырваться вперед. И реально можем выиграть сегодня. Большие гонки на первом. Подведены итоги предыдущего конкурса. По соотношению сил, позвольте мне напомнить вам. На эту минуту времени у французской команды 14 очков. У китайцев 12 очков, 12 бонусов. У украинцев 8. И у нашей команды 7. Таким образом, наша команда несколько отстает. Хотя вы знаете, что бывали случаи и неоднократно, когда на последнем конкурсе, на финальном рубеже, я имею ввиду горки, наша команда вырывала победу из рук соперников. Итак, дорогие друзья. Я не знаю. Все клокочет у меня внутри, когда я вижу, что организаторы начинают оборудовать арену. Я понимаю, что по арене баллонки ходить не будут. Что это будут быки. Следующий конкурс называется «Футбол с бычком». Конкурс представляет собой футбольный матч между двумя командами. Сложность заключается в том, что матч происходит на арене с бычком. И два представителя команды соперников перемещают ворота. Цель игры – забить как можно больше голов, несмотря на постоянно движущиеся ворота. Капитан команды Андрей Годорцов. Андрюша, скажи, пожалуйста, кто заявлен от нашей команды в этот сложнейший конкурс? Четыре человека вместо Турчинского – Петренко, Чадов, Феоктистов и Жирнов. Кстати, Дима Жирнов – он один из лучших тренеров по фитнесу. Скажи, пожалуйста, кто-то из игроков пытался отказаться от этого поединка? Нет, конечно. Кроме тебя. Я вообще хотел поиграть в футбол, но, к сожалению, мне сказали, пока нельзя. Нет, конечно. Наоборот, даже девушка хотела пойти играть. Но так как уже очень много травм, мы сейчас очень серьезно распределяем силу. Кадинга, Климова. Вот Андрюша Федорцов сказал, что ты хотела поиграть, пойти с бычком. Вообще можно было бы, я бы отомстила за Петренко, за Макарского, за Турчинского, за всех, и за Иракли. Потому что давайте я пойду, да? Можно? Она слишком хрупкая, не надо, не надо, не надо. Решает тренер и капитан, ты нам нужна, будешь, может быть, в не менее опасных конкурсах. Спасибо большое, спасибо. Оля Слуцкер, пожалуйста. Вот Катя Климова хотела пойти поиграть с быком. Может быть, отпустить? Ой, да ты что, никогда. Нам не простят этого зрители. Они так любят Катю. Потом, она такая красавица, что мне такая мысль даже в кошмарном сне не придет в голову. С бычком очень серьезный конкурс. На самом деле, он весело смотрит по корону, но совсем, наверное, я не знаю, один из самых серьезных, я так думаю. Просто все остальные веселые, а это такое может оказаться печальным. Мяч на арене, команды готовы. Внимание, выпускайте бычка. Оливье Ганьян дает отмашку и сам успевает скрыться за ворожами. Где бык? Где бык? Вот он! Вот он! Ох, какие рога дорогие, друзья! Мне кажется, что это помесь быка и оленя. Я напоминаю, что Алексей Чадов и Игорь Петренко двигают ворота. Ворота могут находиться любой стороной. Главное, в команде соперников закатить мяч прямо в ворота. Хорошо, наши в атаке. Пас, еще пас. Счет 1-0. Редкий случай, но Россия обыгрывает французскую сборную. Бык бездействует, и это, естественно, на руку командам соперников. Футбол идет полным ходом. Кто-то находится на заборе, кто-то в игре. Ах, какой удар! Удар очень опасный получает наш спортсмен. И тут же, воспользовавшись просто замешательством в рядах российской команды, французы забивают нам подряд два гола. Ну что ж, главное, главное сохранить здоровье и здоровые действующие руки и ноги. Игра игрой, но здоровье все-таки главное. Не подпускает бы к мячу ни одного из игроков команд. Наши в атаке, наши в атаке. Переживают, естественно, трибуны. Ну, ребятам надо собраться, хотя надо заметить, что очень слаженно работают французские спортсмены. Вы сейчас видели на своих экранах прагмированного Владимира Турчинского. Бык взрывает топытами и рогами землю на стил ринга. В атаке российская сборная. Нет, атака. Атака просто нарывается на контр-атаку французской команды. Бедром. Бедром защищает Игорь Петренко свои ворота. Руками не надо нас хватать. Нас руками хватать не надо. Где бык? Покажите быка. Бык сзади. Очень опасно, когда бык сзади. Финальные секунды поединка. К сожалению, наши проигрывают, но главное, что на месте руки, ноги и уши. Конец поединка. И как постскриптум завершившейся бойни, посмотрите, что происходит. Бык не собирается покидать арену, а игроки не собираются покидать забор. Ворота открыты. Все, точка поставлена. Я никогда не была в настоящей паре, но здесь все находиться страшно. Я даже немножко расплакала. Потому что смотреть на ребят, это жуткое дело, как они бегают от быка. Желаю удачи. Каковы ощущения, каково настроение и что не получилось? Настроение, как всегда, у нас боевое. Мы готовы продолжать бороться. Я думаю, мы нагоним всех и даже, скорее всего, мы должны победить. Но сегодня, я так понимаю, бык опять был не на нашей стороне. И французский бык, что говорить. Травмы есть? Нет, слава богу, сегодня сейчас все хорошо обошлось. Поэтому все нормально. Андрей, травмы есть? Травм нету. Но в начале нападающего нашего Димы... У тебя травмы есть? У меня нету. У меня только сердечно. Дима Журнова ударил бык, и он был в ступоре. Наш главный нападающий вот из-за этого. Но главное, травм нету. Это самое главное. У нас было уже в планах с ребятами там схватить там за шею, да, уложить бичка, чтобы спокойно закончить начатое дело. Но, к сожалению, не разрешают трогать его вообще. То есть там можно пнуть, толкнуть, но хватать нет. Итак, дорогие друзья, начался поединок Украина-Китай. Внимание! Три, два, один, выпускайте бичка. Но посмотрим, посмотрим, как сложатся отношения между китайскими и украинскими спортсменами. Пока я вижу, достается китайцу, бык делает ему подножку. Какой удивительный, смышленый бык. Что? Что? Счет один, ну... Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Очень, очень опасная ситуация. По-моему, нога в крови даже у китайского спортсмена. Надо быть осторожнее. Игра игрой, но не надо забывать, что за всем происходящим следит бык. В атаке украинцы руками. Ну, здесь, в общем, можно отталкивать рука. Если уж можно отталкивать рогами, почему нельзя отталкивать руками? Задаюсь я вот таким забавным детским вопросом. Мяч на половине поля украинской команды. И контр-атака украинцев. А теперь, извините, контр-атака быка. В свободном плавании находится мяч. Бык что-то заподозрил. Бык рвется вроде как в дому. Счет 3-0 в пользу. 4-0 в пользу украинской команды. Ну, а что вы хотите? В китайской... На китайской стороне футбол только начинает набирать еще какие-то обороты. 5-0 в пользу украинцев. Может быть, китайцам просто не объяснили правила. Может быть, им сказали, что ворота надо закатывать в свои. И быка надо заманивать улыбками. Нет, нет, я вижу, что в сухую не удалось обыграть украинцам китайскую команду. В атаке бык достается кому-то из игроков. Это украинский игрок. Я не первый раз наблюдаю за этим игроком. Очень-очень опасно он играет с быками. Последние секунды поединка. Посмотрим, что скажет рефери. Рэфери, конец испытания. Фух, закончился пыльных. Я не мое это дело, подсчитывать, сколько мячей влетело в створку тех или иных ворот. Дорогие друзья, мы обязательно узнаем с вами результаты этого кровопролитного поединка. Но после рекламы на первом. Это первый канал «Большие гонки». Только что закончился конкурс «Футбол с бычком». Не с сусликом, с бычком. В котором известные актеры Игорь Петренко и Алексей Чадов играли в футбол с разъяренным животным. Посмотрим на решение судей. На футболе с бычком Украина забила пять голов. Россия и Китай по одному. И Франция два гола. Два бонуса прибавляется России. Два прибавляется китайской команде. У французов прибавлено три очка, три бонуса. Больше всех четыре очка, четыре бонуса у наших украинских коллег. Расстановка сил такова. Двенадцать бонусов Украина, девять Россия, четырнадцать Китай и семнадцать Франция. Ну что ж, мы будем верить, что все еще может измениться в пользу нашей команды. Полный вперед. Дамы и господа, это большие гонки на первом. Мы подходим к следующему конкурсу, который называется «Адский подъем». Участвуют по два игрока от каждой команды. Один из них переодевается в кенгуру, другой в костюм обезьяны. На старт выходят игроки от всех четырех команд, и гонка начинается. Кенгуру и обезьяны пытаются прорваться через огромные резиновые столбы и запрыгнуть на вращающуюся платформу. В центре платформы расположен конус, смазанный мылом. Задача игроков – первыми забраться на конус. Дается четыре старта. Каждый раз в процессе конкурса отсиливаются два последних участника. Выигрывает гонку тот игрок, который удачно пройдет первые три старта и будет первым в финальном старте испытания. Капитан команды Андрей Федорцов, мне изменяет мое зрение или я вижу в этом ужасном костюме Владимира Турчинского? После долгих решений Володя все-таки согласился сделать, пробежать через это препятствие. И Дима Жернов, который в предыдущей игре был несколько раз побит быком. То есть два побитых игрока, но с выдушевлением хотят пробежать это. То есть ребята с травмами проходят препятствия? Да, потому что они изначально были на этот конкурс назначены и они не хотели, чтобы их меняли. Я так понимаю, что ребята просто не хотели подставлять кого-то из других игроков, а ведь в команде остались в основном девочки. Да простит меня Андрей Федорцов и капитан. Оля, скажи, пожалуйста, это осмысленное решение, что люди с травмами выходят напрямую с препятствиями? Я, конечно, хотела заменить Володю Турчинского, но Володя все-таки решил сделать этот конкурс сам. Он поступил как настоящий мужчина, потому что у них задача такая. Именно необходимо сбить с ног игроков другой команды для того, чтобы не тратить силы на обгон, чтобы некого, собственно говоря, было обгонять. Посмотрим, как они с этим справятся. Да, посмотрим и будем переживать. Молодцы ребята, это действительно мужской поступок. И я напоминаю, что впереди у нас страшный конкурс, адский подъем. Все обезьяны и кенгуру готовы? Три, два, один. Итак, старт дан. Чтобы вам проще было отличать нашу обезьяну и нашу кенгуру, объясню. Наши обезьяны и кенгуру с синими специальными вот такими вот купельчиками. А где наша синяя кенгуру? Продирается, продирается сквозь гебри резинового леса. Многие в своих телеграммах спрашивают меня, Откуда у Владимира Курчинского такой замечательный костюм кенгуру, дорогие друзья? Отвечаю, этот костюм Володя, на счастье, всегда возит с собой. Наша обезьяна уже на подиуме, а наша кенгуру еще никак не может вскарабкаться. Тяжеловато, тяжеловато лежит наша синяя кенгуру. Ну, последний зацеп, прыжок. Наша кенгуру на подиуме. Да, наша кенгуру уже не последняя. Кенгуру из Украины. И кенгуру из России выбывают. Несмотря на ужасный прямой удар копытом в голову во втором конкурсе сегодняшних игр, любимый всеми телезрителями «Динамит» Владимир Курчинский все-таки нашел в себе силы участвовать в конкурсе «Адский подъем» в роли гигантского кенгуру. Но сотрясение мозга, видимо, дает о себе знать, и Володя с трудом выбирается из костюма. Вероятно, он больше не сможет принимать участие в самом опасном проекте этого сезона – «Большие гонки». Внимание, приготовились 3-2-1. Не все потеряно в этом конкурсе для России. Я напоминаю, что у нас еще в бою обезьяна Дмитрий Жернов. Пока состязание кенгуру. Вот старт обезьян прекрасно. Прекрасно проходит дистанцию обезьяна Дима Жернов. Где он? Последним, к сожалению, выходит из резинового леса. Но может быть, может быть, не последним, сказал я себе, он вскакивает на вращающийся подиум. Как красиво стоит. Обезьяна и кенгуру. Из Китая выгуваются. Конкурс продолжается. У нас в бою остается обезьяна Дима Жернов. Начинаем третий старт. Внимание, 3-2-1. Итак, стартует французская кенгуру, а за ней выдвигаются обезьяны всех стран. Прекрасно проходит дистанцию Дима Жернов. Дима Жернов ломится первым из обезьян заскакивает на вращающийся круг. Молодец! Кенгуру из Франции и обезьяна из Украины выбывают. Дима! 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 Приготовились к последнему старту. 3-2-1. Предыдущие старты прекрасно отработала наша обезьяна. Главное не отложать на финальной дистанции. Ему это удается. Но впереди еще есть время. Вставай, вставай, Дмитрий! Дмитрий не встает. И французская обезьяна первая на горе. Победила обезьяна из Франции. Андрей Федорцов, я чувствую, что, в общем, ты доволен, потому что игрок Дмитрий Жернов себя показал с лучшей стороны. Он постоянно был первым, но последний подскользнулся и упал, бедный. Но я считаю, что он первый. Итак, дорогие друзья, обезьяна Дмитрий Жернов. Димочка, иди сюда, пожалуйста. Скажи, что помешало победить в конце? Выполнял тактик главного тренера. В финале пожестче. Сыграл пожестче, но в конце закрутили круг намного быстрее, чем было в предыдущих забегах. И поэтому просто, когда уже был настроен на одну скорость, а скоро скучили в другую, просто сбил с ног. Хорошо, Димочка, иди, оденься, не мерзни, пожалуйста. Да, Оля Слуцкер, мне показалось, что здесь видна работа тебя как тренера с членом команды. Наконец-то, Дима, ты оценил мое тренерское дарование. Конечно, видна, как, впрочем, и в других победных конкурсах. Действительно, Димка здорово провел этот конкурс. Сбивал с ног всех и вся. Второе место неплохо. Неплохо. Мы обогнали Украину в этом конкурсе. И вот сейчас держим кулаки. Последний конкурс. Вот это жуткая гора. Дамы и господа, это «Большие гонки» на Первом канале. Меня зовут Дмитрий Нагеев. И мы находимся практически на финишной прямой. Итоги предыдущего конкурса «Адский подъем» вы увидите через несколько секунд через рекламу на Первом. Юг Франции. Гурортный Мартик. Стадион Леаль. Именно здесь снимается самый непредсказуемый проект Первого канала «Большие гонки». Прямо сейчас закончился конкурс «Адский подъем», в котором Владимир Турчинский, несмотря на сотрясение головы, героически пытался принести очки нашей команде. Посмотрим на результаты. Итак, результаты конкурса «Адский подъем». Украина – 2 балла, а Россия – 3, Китай – 1, и Франция заработала победные 4 балла. Общие результаты перед финальным конкурсом на ваших экранах. 21 бонус у Франции, 15 бонусов, 15 очков Китай, 14 – Украина и 12 – Россия. Таким образом, дорогие друзья, российская команда начнет испытания в последнем конкурсе лишь с цифры 12. Вы понимаете, что карабкаться вверх с цифры 21, как это сделают французы, гораздо легче и ближе. Но эта гора полна неожиданностей. Одно неточное движение, и ты скатываешься вниз. Мы будем надеяться, что у наших ребят хватит сил и ловкости, чтобы добраться вверх, не последний. «Горки» – это главный конкурс турнира. В процессе игры каждое состязание приносит команде баллы, необходимые в этом конкурсе. Чем больше баллов получено, тем ближе к вершине окажется точка старта первого игрока. Три игрока от каждой команды по очереди подтягиваются на руках, стараясь как можно быстрее добраться до вершины. Самая быстрая команда будет объявлена победителем всей игры. Кто будет проходить эту жуткую гору? Петренко Игорь, Леша Чадов и Антон Феоктистов. Итак, вы видите, что выставляются рейки на уровне тех бонусов, о которых я вам уже сказал. Я напоминаю, что наша команда начнет восхождение в гору с цифры 12. И вот что мне хочется сказать. Во всех командах соперников почему-то вдруг перед последним конкурсом выясняется, что в команде в качестве запасных были профессиональные спортсмены. Я обращаю ваше внимание, что наша команда никаких замен на спортсменов не делает. Тот, кто играл у нас всю игру, тот, невзирая на травмы, невзирая на плохое самочувствие, выходит на финальный рубеж. Это, ребята, простые артисты, простые люди. Они просто делают свое дело, потому что мы здесь играем. Мы пытаемся бороться по-честному. И хотя бы уже честь и хвала нашим командам. Старт дан. Очень хорошо Чадов пошел, очень хорошо. Посмотрите, посмотрите, как нарушает правила китайцы. И украинец, ты видишь? Их должны диспалифицировать. Мы это, конечно, не оставим. Но я уверена, что это заметят организаторы. Второй пошел Петрен. Посмотрите, посмотрите, за украинскую сборную идет профессиональная спортсменка. И линия Мерлиния. Чемпионка мира по борьбе. Тем не менее, она проигрывает нашему аксеру Петрен. Молодец, настоящий герой. Ой, нет, не дай бог, если он повредил руку. Не дай бог. Потому что он нам очень нужен в полуфинальных играх. Пяттистов. Но пяттистов уверенно проходят. Ему не надо торопиться особенно. Мы на втором месте. Да, да, дамы и господа. Французы первые. Но Россия вырывает серебро у своих соперников. Это прекрасное завершение сегодняшнего поединка. Если поменьше в отрывчик был бы, мы с французами в наших парнях. Он бы сделал. Запросто. Там всего три очка не хватало. Запросто. Хорошо. Победа. Здоровым. Да. Серебро. Серебро тоже хорошо. Если вы считаете, что из нас спортсмены такие сомнительные, а ребята французы все практически атлеты, то я считаю, что мы сделали для себя какой-то поступок. Да. Команда полный вперед не атлеты и не спортсмены. Тем не менее, наши ребята показали превосходную игру. Невзирая на ужасные потери команды, на то, что случилось с Раклием Перцгалавой и Владимиром Турчинским, несмотря на то, что на финальном конкурсе горки планка нашей команды находилась ниже, чем у соперников, полный вперед с честью завершили бой. Проигрывая практически на всех этапах, российская команда все-таки на финальном этапе выдернула победу у Китая и Украины и заняла почетное второе место. Дорогие телезрители, я напоминаю, что это блокбастер этого сезона «Большие гонки» на Первом канале. Меня зовут Дмитрий Нагеев. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока. Вы смотрите самый невероятный проект Первого канала «Большие гонки». Впереди первый полуфинал. На арене стадиона «Леаль» снова появится команда «Сто пудов» и ее капитан, популярный юморист Юрий Гальцев. Вы увидите, как знаменитый динамит Владимир Турчинский, несмотря на травмы, полученные им на прошлой игре, самозабвенно спускается с горы в маленькой лодочке. Посмотрите, как популярный актер Алексей Чадов сразится с быком. Все это только для вас и только на Первом канале.